Слава навеки, Аминь. Твое есть зло Твоя, есть сила Твоя, есть слава навеки, Аминь. Твое есть зло Твоя, есть слава навеки, Аминь. Твое 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 есть слава навеки, Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если тебя наше снималось, то я не поднялся. Я у кого-то надо, что отдохнуть. Я у кого-то надо, что надо. Я не знаю. Скажи слово. Ты все равно от вас слово. Такое, значит, 30 лет. Я бачу, что вы спрашиваете. Сказавши за цей силе. Я сьогодні мав переживания. Я открив книгу Исайя. Мое такое было наткнение. Это зараз пару лет взять и перечитать. Знаете, я маю смысл читать. Так, когда мы на мое описание, на мое первое место, мы меняемся. Там Господь даёт такие реалы души, реалы сердца, которые были глубже набагато. И только ты по-новому идешь, что с новой глубиной зрелости через слово. Ты зачипаешь. Потому что я раньше не бачу. Знаю, это просто речь. Там написано, где-то в первых вверхах, Исайя. Они так начинают голосить жалю. Но я бачу, что душа Божия плачет. Там такие слова. Он говорит, что он знает своего Господа. Он говорит, что Израиль не обратит на меня внимания. Там так написано. Не обратит на меня внимания. И оно мне показалось с новой точки зрения. Там написано. Да, вы делаете ритуалы. Вы приносите жертвы. Вы дворину ее добчете. Тобто ритуальная сторона служения безупречна. А вот этот вопль в сердце Божьего. Вы на меня не обратите внимание. Я так зрозумію, что Господь живет. Пробачите, я так скажу. Капец, я такой живой. Реально. Это было в видео. Это как было с этими ритуалами. Наверное, когда он прорывал ангельскую церковь. Для него здаются ритуалы. И в минимум там тоже ритуалы свои. Наверное, сам проповедь. Вона может быть ритуалом. А вона может быть, насправді, дыханием Бога до нас. Проповедь. И вот, что идет мало про это. Что я так побачив, что среди этих жертв, среди этого храма, это просто его присутствие. Это просто его особа, где он просто говорит, что я здесь. Я хочу твою любовь. Я хочу, чтобы вы обратили на меня увагу. Я хочу, чтобы мы любилися. Я хочу, чтобы у меня что-то между нами было. Она мне напоминает, что, знаете, разные ривни христианства. Я думаю, что самый короткий ривень христианства это просто, можно так сказать, христианство в отношениях. Правда? В отношениях с Богом. Ты имеешь отношения с ним? Ты не имеешь? Ты кохаешься с Богом, или не кохаешься с Богом? У тебя есть романтика, или нет? И когда вы просто жите с такими глубиной писаниями, мы выкупаем кучу таких захватов, стражданий Божих. Например, на писем у него, он говорит, что он имеет на тебя, он говорит, что он имеет на тебя, он говорит, что он имеет на меня. Он говорит, что ты покинешь свою первую любовь. Это можно так передать. Где романтика? Где романтика? Где кохание? Да, церковное служение есть, церковь инциклирует, все любит. А вот эта романтика, эта глубина. И когда я дивлюсь на людей, на деяких так вот прикидаю, думаю, что он просто такой механизм, что он не до того просто. Он никого не кохает в жизни, среди людей, не кажучи Бога. И я понял, что одна из стихий, когда мы попадаем в Божую присутность, она нас в первую очередь делает из этих романтических вещей с Богом. Они идут до переживания его присутности, даже откровения, как бы оно ни было ценно, оно введет нас в средовище Святого Святого, где мы встречаемся с его присутностью. Это уже уровень чего не описываемого, когда уже не передаешься доктринами, не передаешься словом. Это реально вимир твоих особистих стосунков с ним. Я думаю, это называется «звертайте на меня увагу». Теперь мы попадаем в церковь, в ритуальное место, когда уже происходит ритуал православный или евангельский. Зрозумите это, что говорит Исааки, что вы начали это сделать. «Звертайте на меня увагу. Я тут, я тут, я есть». Я вот так зрозумев, что в вечности самая классная все-таки это не золотые улицы, даже не самая вечность блаженная. Это он самый классный. И вот на этой семье можно стоять и обратить на него увагу. Я так понимаю, можно даже помиляться в дитринах, чтобы ты не до конца развинутый, не витримать ритуал, что-то пропустить. Но когда есть та человек, когда ты умеешь скрестить свою жизнь, скрестить этот материализм, это не просто на небе, что ты обратишь на него увагу. Это ему драгоценно, когда ты тут вообще его не видишь очи на сердце. А когда в сердце твоем что-то таки делается, и ты взглядишься, ни в тьму, ни с закрытыми очами, но ты видишь его лица. Я думаю, это касание Духа Твоего до Духа Святого. И на момент этого касания ты обязательно получишь переживания его присутствия, а он получит переживания твоей присутствия. У меня деколи были такие романтичные моменты. Я помню, когда я спеваю, Господи Вида, хочу выразить свое сердце. И я раптом чувствую, что папа спевает мне. Это не справедливо. Так он мне было ясно, что я спеваю. И я выражаю сердце. И это неправильный образ Божий, когда мы себя выразиваем в тот момент, он сидит на просторе. Да-да-да. Давай-давай. Мало зрелище. У меня ощущение, что в тот момент он заводится, его сердце, его душа такая романтичная. Вы, извините, я снова скажу, это капец. Он просто хочет сделать это слово. Витовичное слово. Просто показать, что это все просто надзвучайно натурально. Он живет. Он просто живет Господь. У вас ли это? Так вот в семье, да, вот можно ритуалы. Готовят пушек, ты работаешь, ты здесь, убираешь чисто, воспитываете детей. Это ритуал. Но стоит кому-то... Ну, Света далеко. Убежалки. А ты же была дотронуться, но не буду, да, Саша. Стоит, да, дотронуться так, что-нибудь сказать, или просто там, классно, да? Просто вот. Все. Уже ответная реакция другая. А если еще там цветочек принес, шоколад, и в ответ кто-то там. Уже все. Совсем другие отношения. Тот же самый ритуал. Все то же самое. Семья не поменялась. А внутри что-то совсем другое. У меня еще огромное предложение. Вибачь, Христиан, можете сказать, потому что у нас романтичные вечера. Я помню, когда я был в классе, третий курс, третий класс, она была одноклассницей, но я. И я помню, уже так начали на ней проглядаться. И потом, бац, ее рука, знаете, она так мне положила, и я думаю, копию такие партии классные. Такие дни, я такой вроде, такие, тракторные руки, где это? Это руки. Я помню, в первые дни я попросил, чтобы она давала мне руку, а я смотрел на мою руку, что она тоненькая. Я часто такого дробил, порівняв, думаю, вау, это враг. Саша, как ты называл мои руки, помнишь? Я говорю, у тебя маленькие закинченные кинцы рука. Я нечего веду, что недавно, а через время, я буду ее любить до тех пор, когда я буду ее любить до тех пор, когда я буду ее видеть ее пальчики и негти. Деколи бывали періоды суньти, ротины, когда целая женщина біля меня, я ее не замечаю. А вот когда я уже беру драматики, то я не то, что я ее пальчик один бачу, восхищаюсь, она целая. Она целая. А потом, я думаю, как бы мне Господь говорит, вот так и зимой. Деколи вы имеете цельного в мене, и вы не чувствуете ценности, вы не чувствуете ценности, вы не чувствуете ценности. А когда вот есть этот момент романтики с Богом, тогда Богу должен свой пальчик свой показать, что с душой ты уже рыдаешь, плачешь, вычуваешь, сколько там всего багатого. Вот же Господь. Мне не лишить нас до стихдотурки без цей лирики как це можливо бути живым. Мне здається, что це слово романтика це просто має бути в першу чергу в сердцях Божих дітей. Сразу после этого понимаешь, что ты как в религии был. Я тебе помолился, а еще научили час. Все. Если меньше, значит не угодило, если больше. Ого! Терьми планоморман. Я так дякую Богу, что когда я покажался, мне встретились люди, романтики, христиане, которые мне, например, объяснили, что означает ждать его присутствия, ждать его присутствия. Для меня это католика, тогда уже было слово, было что-то странное, дивное. Как это? Они сказали, что ты стоишь, и ты ожидаешь, а в тот момент ты делаешь душу свою тонкую, проверяешь мотивы, проверяешь, чему ты с ним, а сколько он тебе ценный. И в тот момент нагнетается просто атмосфера его славы, и ты обовязково получаешь Божью уверенность. И они мне рассказали, что это возможно уже через жизнь на земле мать такую особую строчку, где Бог-маты не записываются, а где записываются духовные, ну, не какие-то эмоциональные, духовные переживания твоей совместности как бы с Иисусом. Вот. Не знаю, оно меня сопровождено до сих пор, когда я чувствую, что я на своем перилке между серьезными христианами. У нас стихи христиани серьезные, что я какой-то смешный, а потом я буду в таемную кімнату, и говорю, а я буду смешным, а я буду в тарелековой цивилизации, в христианской, чтобы только не втратить в таемной кімнате этой цивилизации, и все, что в сердце. Исайя, через Исаию Господь каже, «Израиль не звертає на меня увагу, засуетився, закипишувався, заслужився, я не убираю, моё сердце, моя душа, я хочу уверенности, хочу целью разговора». Вот это то, что я слышу через Исаию. Обычно через Исаию слышишь наоборот, что такое вообще, ты читаешь быстрее. А тут, ну все. Ага. Чтобы новое отношение было, ну открыто. А можно попросить помолиться особая нужда? У него племянника подозрение на гепатит, он сейчас повторный анализ дал, надо чтобы Господь все отмил, чтобы диалог был. придумал. Очень цель победить, поведеть повык, мы заводимся с вами. Добрый. Добрый. Начнем по православному, закончим и поеваем. Можем всем. Можно свечкой заполнить? А как зовут? Егор. Егор? Егор. Спасибо, Господи. Боже всемогущий, за твою волю на его судьбу, которая прекрасна, которая чудесна. Боже всемогущий, и пусть твоя воля исполняется в его жизни. А всякая воля врага, да будет просто аннулирована. всякое коварство, злодейство этого амата, да будет просто ничто обращено. Во имя Иисуса Христа. Пусть отменится этот приговор твоей беседы, Господь. И пусть прославится твое имя в его жизни. Господь, во имя Иисуса Христа. Боже всемогущий, благословляя сейчас твоя воля. Да, благословляя Егора, благословляя во имя Иисуса Христа. Благословляя, Господь, его здоровье. А потому, как действительно ты взял на себя, Иисус, твоей стремящей. И твоим именем, Господь, он исцелен. И твоим именем, святым. Боже, во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь! А будет в себе не поздравим, не только имя Господь Божий, но и на радость и всей семье. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Боже, Субтитры делал DimaTorzok